на крыло, ВПК Рустам Минниханов Источник, Олег Косов, РГ Рустам Нургалевич Каких-то 20 лет назад авиапромышленность в Татарстане была на грани разорения При этом ни одно из предприятий отрасли в республике не закрылось Большинство из них успешно работают и по сей день В чем секрет? Рустам Минниханов Отрасль авиастроения представлена в республике и очень мощно Здесь сосредоточены научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и предприятия, которые разрабатывают и производят самолеты, вертолеты авиационные двигатели радио и электронные приборы большой перечень комплектующих изделий А какие там всегда работали кадры? Высочайшие квалификации Причем большинство специалистов выпускники Казанского авиационного института, университета и других высших и средних специальных учебных заведений Напомню, что Казанский авиационный завод имени Горбинова специализировался тогда на выполнении особо важных заданий Родины Предприятие выпускало бомбардировщики которые входили в стратегическую ядерную триаду начиная с Ту-4 затем были Ту-16 Ту-22 Ту-22 М3 и Ту-160 Именно в Казани выпущен первый в мире реактивный пассажирский самолет Ту-104 и первый отечественный межконтинентальный лайнер Ил-62 Кроме того, для большинства этих воздушных судов мы производили реактивные двигатели приборы управления и контроля различную бортовую радиоэлектронную аппаратуру Поэтому когда разразился кризис 90-х годов были ликвидированы министерства и авиационные заводы остались без управления мы сделали все, чтобы их спасти А как иначе? Они же имели и имеют особое значение в системе обороны страны Одних только нормативно-правовых актов направленных на поддержку авиапредприятий мы в республике приняли больше 30 За счет этого заводы получили налоговые льготы Им выделялись средства на выплату заработной платы кредиты на неотложные нужды Доходило до того, что коллективам, не получавшим оплату за выполненный газзаказ поставляли продукты питания Мы думали о будущем Но результат того стоил За время реформы мы не потеряли ни одного оборонного предприятия Потом новые испытания Работа в рыночных условиях Честно скажу, оборонка приспосабливалась к ним с большим трудом Но выживать то надо Как? Решали вместе со специалистами предприятий НИИ и КБ Очень скоро мы поняли Что выход есть только один Начинать осваивать новую продукцию Которая была бы востребована не только на внутреннем рынке Но и за рубежом Но прежде надо было понять Что именно пользуется спросом Как вы это определяли? Рустам Менниханов С помощью потребителей К примеру Наши вертолетостроители ежегодно приглашали в Казань иностранных коллег Там, на конференциях Эксплуатантами, в том числе и зарубежные Открыто высказывали свои претензии к работе наших вертолетов Их замечания и предложения потом ложились в основу технического задания На доработку уже выпускаемой и запланированной к производству новой продукции В результате заводчане освоили пять модификаций вертолета Ми-8 Которые позволили казанскому вертолетному заводу сохраниться на внешнем рынке И ежегодно поставлять на экспорт продукции примерно на 200 миллионов долларов США Затем поняли Одного вида продукции недостаточно В итоге завод получил лицензию на право разработки авиационной техники Организовал собственное конструкторское бюро И выпустил несколько новых машин, в том числе вертолет Ансад В эти же годы была организована международная группа по вертолету Ми-34 Но даже когда она распалась, КВЗ завершил проект самостоятельно Он подготовил производство и выпустил опытный экземпляр вертолета Тогда, кстати, впервые для Милевской машины были освоены и применены лопасти из композитных материалов Насколько известно, не стояли на месте и казанские моторостроители Рустам Менниханов Они вместе с самарцами освоили и выпустили винтовентиляторный двигатель НК-93 Он на самом деле уникальный Топливная экономичность, которую он показал на стенде, феноменальная По сравнению с другими аналогами, она лучше на 17% Кроме того, вместе с запорожским ЗМКБ «Прогресс» и ОАО «Моторсич» В Казанском моторостроительном производственном объединении Был освоен и выпущен опытный двигатель большой двухконтурности Ай-22 Мы даже успели сертифицировать его для этапа стендовых испытаний В 90-х годах стоял вопрос о замене в эксплуатации самолета Ту-154 И тогда на Казанском авиационном производственном объединении Был освоен среднемагистральный лайнер нового поколения Ту-214 Но все эти разработки требовали немало денег Кто инвестировал в проекты? Рустам Менниханов Мы мобилизовали все внутренние ресурсы Татарстана, в том числе и бюджетные К примеру, из республиканской казны были профинансированы сертификация самолета Ту-214 Внесены средства в фонд создаваемой лизинговой компанией по его сбыту А когда было объявлено о прекращении закупок Ту-22М3 и Ту-160 И встал вопрос о сохранении стратегического предприятия Капа имени Горбунова Республика за счет собственных средств инициировала разработку нового самолета Но ведь он мог оказаться невостребованным Рустам Менниханов Мы начали с изучения спроса По нашему заказу НИИ гражданской авиации провело исследование и выяснило Какой самолет будет нужен авиакомпаниям Выяснилось, что с 2005 года будет востребован региональный самолет Вместимостью 50-60 человек, который заменит Як-40 и Ту-134 ОКП имени Туполева справилась с нашим заказом на отлично Проект Ту-324 успешно прошел защиту перед Государственной комиссией Рабочая документация в сжатые сроки и в полном объеме была передана в Капа Где за короткое время было разработано более 36 тысяч техпроцессов Изготовлено много оснастки Для него по заказу Республики в НИИ авиационного оборудования разработана новая отечественная авионика Она позволяет управлять самолетом экипажа всего из двух человек Установленная на самолет Бе-200, она в его составе успешно прошла сертификацию по европейским нормам Кстати, Ту-324, первый в России самолет, спроектированный в цифровых технологиях Это было требование Республики И мы приобрели для ОКП имени Туполева мощные серверы Более 70 графических станций и свыше 120 компьютеров Обучили в Германии 20 человек для сопровождения программных продуктов Аналогичные программно-технические средства мы приобрели и для Капа Кроме того, для предприятия закупили цифровые станки и клепальные автоматы Jamcor Всего на реализацию всех программ в авиационном секторе за 6 лет из внутренних ресурсов Татарстана Было мобилизовано 550 миллионов долларов США И это в то время, когда из федерального бюджета на все авиационные проекты в год Могло выделяться до 90-100 миллионов долларов в год Считаю, что мы сделали все для того, чтобы в настоящее время все предприятия авиастроения работали устойчиво Тем более, что на их продукцию появился хороший спрос Например, на этапе внедрения в производство на Ту-324 были заключены договоры на 50 самолетов Ничего удивительного Ту-324 имел лучшие показатели по сравнению с уже выпускаемыми и разрабатываемыми аналогами Например, он оказался на 7 тонн легче и на 29% лучше по топливной экономичности, чем самолет примерно такой же вместимости РАЧ-60, разработка которого началась много позже Как сложилась судьба проектов потом? Рустам Минниханов, по-разному Если корпорация Ростех, в которой тогда работал и Денис Валентинович Мантуров Пригласила нас к совместному управлению активами ООО КВЗ И сегодня это общество успешно развивается Наращивает объемы продаж созданных в то время вертолетов То в Капа все наоборот Несмотря на то, что все вложения республики А мы, как я уже сказал, приобрели новейшее оборудование Составлявшее вместе с задолженностью предприятия Республиканскому бюджету более 3 четверти остаточной стоимости Мы не получили ни одной акции В итоге основные решения принимались без нас К примеру, предприятию не дали развернуть серийное производство самолета Ту-214 И даже изготовить 7 из 10 оставшихся машин по контракту с авиакомпанией Трансайра По самолету Ту-324 было принято решение завершить его освоение за счет федеральных средств Однако под предлогом того, что российским авиакомпаниям не понадобится много машин Запланированные средства не поступили Специалисты Туполевского ОКПИ завода неоднократно говорили о том Что Бразилия и Канада, не говоря уже о США и Европе Только часть производимой авиатехники, причем относительно небольшую Оставляют у себя, а остальное реализуют на внешнем рынке Но это не было услышано Между прочим, аналоги Ту-324 остаются широко востребованными Только в России у бразильских и канадских регионалов завезено уже более 70 единиц А сейчас к самолету Ту-324 можно вернуться Завершить его освоение, наладить выпуск Рустам Менниханов Мое мнение, не только можно, но и нужно Нельзя больше оставлять региональные линии без такого самолета и продолжать добираться до соседних регионов через Москву, как это делается сейчас Не случайно самолетов Ту-134 и Як-40 суммарно было выпущено более 1800 единиц Но ведь Ту-324, реактивный самолет, у него расход топлива больше, чем у турбовинтовых машин Рустам Менниханов Специалисты провели анализ и установили На расстояниях до 1000 км турбовинтовые самолеты экономичнее реактивных На более длинных трассах преимущества у них нет Не стоит забывать и о том, что реактивные самолеты имеют и свой плюс Они сокращают время в пути На дальности 2500 км, на которую рассчитан Ту-324, выигрыш составляет уже целый час Есть у Ту-324 и другая особенность Имея одинаковые с магистральными самолетами скорость и предоставляемое обслуживание Он может заменять более вместительные самолеты в периоды спада пассажиропотоков Обеспечивая то же время в пути, а авиакомпаниям Значительную экономию средств в каждом рейсе Выходит, что разработанные и даже частично освоенные на предприятиях республики самолеты остались невостребованными Рустам Менниханов Не совсем так На самолете Ту-214 летает президент России Они эксплуатируются в Министерстве обороны и других силовых ведомствах Мы гордимся этим На судьбе конкретно этого самолета отрицательно сказалось то, что в момент начала его выпуска Аэрофлот выбил себе привилегии по беспошлиному ввозу в страну Боингов Мы и тогда считали это решение спорным, создающим привилегии зарубежным производителям и сдерживающим развитие отечественной авиации Время показало, наша оценка подтвердилась Не секрет, что и сегодня при ввозе машин из-за рубежа правительства страны предоставляет авиакомпаниям крупные привилегии Рустам Менниханов После того, как отрасль прекратила серийное производство самолетов по всему модельному ряду и за 7 лет коммерческим авиаперевозчикам поставлено менее полусотни машин То такое решение правительства России стало необходимым Авиакомпании должны на чем-то летать За эти годы они закупили, взяли в лизинг более 800 зарубежных машин, на которых сегодня осуществляют до 90% авиаперевозок Правда, есть одно «но», о котором мы, кстати, предупреждали Возможность экономить крупные суммы на ввозных таможенных пошлинах и на регистрации авиатехники в офшорах перестает стимулировать авиакомпании к приобретению отечественных воздушных судов К этому их подталкивают и созданные за это время базы по использованию зарубежных самолетов в виде уже обученных кадров, а также технических служб по обслуживанию зарубежной техники Нередко именно поэтому приходится слышать необоснованные претензии к отечественной технике Такое положение может затянуться надолго, поскольку до 2025 года в дополнение к двум типам выпускаемых в штучном порядке типов самолетов запланировано освоить только один Решения о запуске всей линейке необходимых отечественным авиакомпаниям машин нет Получается, что и после 2025 года российские перевозчики вынуждены будут закупать самолеты за рубежом А так ли уж нужны авиакомпаниям отечественные самолеты? Рустам Менниханов, нужны Россия, огромная по территории страна На значительной ее части недостаточно развиты наземные пути сообщения Российская авиация, приспособленная к ее климатическим условиям, является единственным средством, позволяющим государству обеспечивать конституционные права граждан на свободу передвижения В недавнем прошлом на отечественных машинах обслуживалось свыше 5000 линий Каждый четвертый самолет в небе над землей был нашим Заметим, средняя цена билета составляла 27% от средней заработной платы по стране Пользовалась авиатранспортом почти треть граждан страны Зарубежные самолеты хороши, но они подходят далеко не для всех регионов Кроме того, их техническое обслуживание очень дорогое Отдельные авиакомпании из-за этого прекратили свою деятельность Но есть и более веские основания для того, чтобы авиакомпании имели российские воздушные суда В отдельные периоды времени самолеты гражданских авиакомпаний должны привлекаться для государственных нужд и выплаты